Друзья, всех приветствую! Совершенно недавно мне в комментариях попался вопрос, чем главный сварщик отличается от простого сварщика шестого разряда. Я на него коротко ответил, но потом подумал, что слушай, а я сам, когда мне 18 лет было, когда я после колледжа пошел на производство в цех металлоконструкции, я тоже думал, кто такой главный сварщик, чем он занимается. Я думал, наверное, это второй, третий, четвертый, пятый, шестой разряд, в зависимости от сложности выполненной работы, от подготовки, от квалификации. Есть какой-то главный сварщик, который, наверное, ходит и наиболее ответственные швы варит, конструкции, на проблемные участки его бросают, и он выручает фирмы. Вот он такой один, потому что простые металлоконструкции могут варить сварщики третьего, четвертого разряда, пятый – это уже трубники, ну и шестые уже варят всё, варят всем, варят во всех положениях. Цветные металлы, высокотемпературные стали, титан, сосуды под давлением, ну вот всё, что угодно. И вот главный сварщик. Ну вот хочу сказать, что главный сварщик, он сам уже ничего не варит, может быть, и никогда и не варил, но в любом случае это лицо с высшим техническим образованием, который проработал на руководящих должностях не менее пяти лет, и имеет уже статус руководителя в ранге заместителя генерального директора, то есть своей области. Как, например, главный инженер, главный механик, главный бухгалтер, да, вот такие лица, они уже заместители высшего начальника. И фактически руководят или контролируют одно из направлений деятельности компании. Главный сварщик, он фактически принимает, фактически увольняет на работу людей, сварных, даже монтажников металлоконструкций, монтажников технологических трубопробов. Почему? Потому что он просто на заявлении, прошу принять меня на работу в качестве сварщика пятого разряда, он пишет там ходатайство, да, и потом человек идет к генеральному директору, и тот ему уже подписывает, там, окей, в отдел кадров обращайтесь, все, человек принят. Также с премией, да, может премировать, может наоборот депримеровать, различные акты, различные сметы подписывает, различные закупки подписывает, там, надо купить 10 сварочных аппаратов в Кемпе, да, ну, понятно, его резолюция, перчатка, проволока, электроды, роба, материалы любые, все, все через него, все, что вот к сварочному производству относится, а все через главного сварщика. Много у него обязанностей, вот, по технике безопасности, потому что сварочная работа это не просто, они, да, опасны, травма опасна, вот, у кого из сварных нету ожогов, да, на руках, там, еще что-то не горело, да, понятно, главный сварщик за все это отвечает. Ну, и, соответственно, он должен вообще полностью знать всю эту технологию сварки от и до, там, подойдет на монтажник, там скажет, Михалыч, слушай, вот, там трещина, да, вот, что надо делать в металле, каким сверлом там сверлить, каким электродом варить, вот, и он не может ему сказать, я не знаю, да, он, как бы, обязан знать вообще все, вот, сейчас прикреплю инструкцию, должностную, да, вот, главного сварщика, посмотрите в комментарии, будет изговоренным, а что он обязан, да, значит, он должен так уметь, какие у него компетенции должны быть в своей области, потому что, вот, я тоже могу сказать, я сварщик, да, я могу взять, значит, аппарат, он, Ресанту, воркнуть электрод, там, тройку, четверку, и уткнуть этим электродом в уголок, и чернух у меня нормально, красивый шовчик, там, буду вести, там, восьмерочкой, или, как там, дугой, да, вот, этого творить, вот, но, все-таки, друзья мои, не все так просто, кто сомневается, зайдите на сайт Тест24, там, все тесты по промбезопасности собраны, и попробуйте пройти тест на сварщика, да, вы удивитесь просто, какие там нужно вопросы знать, потому что, действительно, чтобы иметь высокий разряд по сварке, нужно любить свое дело, я лично встречал товарища, который уже под полтинник, а он, как, извиняюсь, срал вот этим электронам, да, даже простые швы, там, как он там швеллер варит, черный, у него там вообще брызги, там, непровары, все отваливается, оцинковку он варит, там, даже не зачистил, швы он не закрашивает, и молодые парни, вот, только-только, да, закончили училище, и буквально, там, за несколько лет уже поднимая себе разряды, поэтому молодцы. Так что, друзья, вот такая у меня вся информация, я думаю, теперь вы поняли, что главный сварщик, это, фактически, руководитель целого отдела, он не обязан уметь хорошо варить сам, но он обязан разбираться во всех тонкостях, нюансах проблемных вопросов сварочного дела, да, для него слова не знаю, в вопросах сварки не существует. Всем спасибо за внимание, всем успехов в труде, безопасной работы, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok